Рыбница – город на Днестре. Город, расположенный в красивом живописном уголке. Города, как и люди, отмечают свой день рождения. Вот и Рыбница в день своего небесного покровителя святого архистратига Михаила отметила свою очередную годовщину. Рыбница – город, в котором на протяжении многих веков дружной семьёй живут люди разных национальностей. Город, где любят и умеют трудиться, мечтать, где, как и положено в доброй семье, трудности делят пополам, а успехам друзей умеют радоваться как своим. Благодаря многим поколениям город рос, строился и развивался. И то, каким мы видим его сегодня – результат труда всех рыбничан, каждый из которых внёс свой вклад в судьбу города. И накануне празднования юбилея города в госадминистрации состоялось награждение рыбничан, отличившихся в труде, спорте и общественной деятельности. Мне очень приятно, что сегодня, в этот день, всё-таки был отмечен тот мой небольшой вклад в развитие этого города. И вот эта грамота – это тому доказательство. Поэтому я думаю, что многим здесь присутствующим, не только мне, но и всем остальным награждённым, это было очень приятно. И я думаю, что, в принципе, такие мероприятия не стимулируют работников в дальнейшем. Знаете, как у Дейла Корнеги говорят, хвалите работника публично, и он будет очень стараться и в дальнейшем работать. И ругайте его где-то там закулись. Поэтому такие мероприятия, особенно когда это проходит, в принципе, публично, так и так далее, это всегда стимулирует любого работника, стимулирует любого сотрудника. И думаю, что, в принципе, все здесь присутствующие награждённые достойны этих наград. И мне было очень приятно быть сегодня в их составе. Среди награждённых были люди разных профессий – бухгалтера, инженеры, трактористы, уборщики, водители, спортсмены и многие другие. В праздничной обстановке грамоты и благодарственные письма получили более 40 тружеников города. В завершении церемонии состоялось вручение наград Всероссийской организации «Союз десантников России». Сегодня награждались ребята Российскими медалями Российской Федерации за верность долгой Отечеству. И также был вручён один орден Международного союза десантников – честь и долг. Это поддержка людей, они получают большую эмоциональность, такой приток. И я думаю, что всё-таки они видят, что они нужны, и о них кто-то думает, и кто-то о них вспоминает, во всяком случае, так вот. Праздничные мероприятия в Рыбнице традиционно начинаются с Божественной Литургии, которая проходит в одной из главных достопримечательностей города – Михайло-Архангельском соборе. Православные верующие с особым трепетом относятся к этому дню. Я в такой день прихожу каждый праздник. Ставлю свечи за людей, которые больные, за всех, чтобы в нашем городе был мир и просветание. Сегодня особенный, замечательный праздник – День города Рыбница, 385-я годовщина. Поэтому мы особенно сегодня подготовились и пришли все в храм. И молимся о благосостоянии нашего родного и любимого города. Торжества по случаю юбилея города продолжились на площади Победы. Рыбничане принимали поздравления от первых лиц государства. Под гимн города, который был написан специально к этому празднику, состоялась церемония поднятия флага. Рыбничанам, внесшим вклад в развитие города, были вручены государственные и правительственные награды. Юные жители города подготовили танцевальный номер. Гости из городов-побратимов России и Украины не только поздравили рыбничан, но и поделились общими впечатлениями о северной столице Приднестровья. В Рыбнице я был где-то в начале 2001-2002 года, где-то там. По сравнению, скажем так, то, что было 10 лет назад, город приукрасился, изменился гораздо в лучшую сторону. Это очень сильно радует. На ваш взгляд перспективный город? Конечно перспективный, об этом и речи быть не может. Только перспектива и только вперед. Как раз над этим мы сейчас и договариваемся, да. Есть, скажем так, не будем конкретизировать планы наши, но перспектива есть. И даже в этих отношениях, как экономических, так и социально-культурных. Я очень много раз уже была у вас на дне города. Когда-то раньше работала заместителем городской головы, сейчас уже пенсионерка на работе. И, вы знаете, с большим-большим удовольствием всегда приезжаю, потому что очень люблю этот город. У меня с ним лично связано очень многое. Здесь живут наши родственники, мои друзья. Мой сын когда-то жил и служил в вашей армии. В общем-то, всегда вы желанные гости у нас на нашем дне города. И мы с большим удовольствием и любовью приезжаем к вам на день города. Причем каждый год у вас что-то новое, что-то, каждое разное мероприятие разнообразное, очень интересное. Вот сегодня концерт такой красивый, большой. Видно, что все это готовилось с большой любовью, с патриотизмом. И я считаю, что такие праздники нужны нам, вам, потому что именно они воспитывают наших детей и внуков. Патриотизм, любовь к родине, любовь к родному городу, ну и к родной земле, естественно. Насколько наш город поменялся? У вас есть с чем сравнить? Есть, конечно. Потому что я же говорю, что я приезжаю сюда очень часто. Вы знаете, все-таки меняется, молодеет, становится с каждым годом красивее, уютнее. Много зелени, много цветов. И, наверное, люди добродушные, улыбчивые. Вот всегда нас принимают очень хорошо, и мы всегда ждем тоже представителей рыбницы у нас на дне города. Мы любим общаться, мы дружны, наши города в чем-то одинаковые немножко, у нас такие же люди. Ну, хорошие дружеские отношения, я надеюсь, что они всегда будут, и мы будем с удовольствием к вам приезжать, вы к нам приезжать. И пусть живет дружба. Вы совсем молодой город, и вот я приехала вас приветствовать. Да, впервые. Люди, в первую очередь, люди очень хорошо, гостеприимно встретили, провезли везде, показали. Очень красивый у вас город, спокойный, такой чистенький, уютненький, такой семейный, просто замечательный город. Успехов, оптимизма в наше непростое время, счастья, мира вам и всем семьям. Рыбничане могут гордиться биографией своего города. За четыре неполных столетия его существования над ним пронеслись вихри многих событий. Но что бы ни происходило, люди разных национальностей всегда жили в ней в мире и согласии, сообща, делая одно большое доброе дело. В фойе городского дворца культуры была представлена тематическая выставка «Рыбница от местечка до современного города». Любой желающий мог вместе с музейным работником пройти, как говорится, долгий путь становления города – от крепости польского короля к местечку, поселку городского типа и до приобретения статуса города в 1938 году. Кроме того, в этот день были представлены и другие выставки – фотоклуба «Поиск», учащихся детской художественной школы. А на городской площади весь день шел музыкальный марафон, в котором приняли участие лучшие артисты города и района. Также рыбничане и гости города смогли посетить и армарочные подворья, где была представлена продукция местных и республиканских производителей. Все желающие могли поучаствовать в конкурсе дегустации меда и вина, которая проводилась впервые. Вино хорошее, сухое, прекрасное. Ну, лучше его пить летом, сейчас прохладно, а летом в жару очень прекрасно. На этой земле вино плохое быть не может. Здесь солнце, вода, здесь очень хорошие люди собрали и вложили всю душу в этом вине. Сущится на дождь. Среди местных производителей вин свою продукцию на суд рыбничан представили и гости из Дубосар. Мы привезли три вида сухих вин, белых. Это пино гри, олиготе и шардонеро. А почему ваше моборгало именно на белые? Это самое ваше лучшее вино? Мы в основном производим только белые вина, сухие вина. А ароматизированные вины у нас уже есть из красных, соответственно. А сухих вин только белые. У нас свои плантации белого виноградника, мы производим только белый виноградник. Например, сорт пино гри выращивает только букет Молдавии на территории всего Приднестровья. И поэтому это молодые вина. И мы решили показать нашему населению, что мы смогли сделать в этом году. Мы очень старались, как виноделы. Поэтому мы сегодня проводим эту дегустацию. Сегодня рыбница – один из промышленных центров Приднестровья. А еще ее называют «северной столицей». Здесь работают промышленные предприятия, строительные и транспортные организации, учреждения культуры, здравоохранения и народного образования. Получает свое дальнейшее развитие малый и средний бизнес. В этот праздничный день рыбничане и гости города были щедры на комплименты. Это мой любимый город, мой родной город. Я родилась в нем, и, соответственно, я не могу. Это лохота лягушка, которая не хвалит свое болото. Тем более, что город за столько времени превратился в красивейший просто и самобытный какой-то. Я думаю, что он несколько отличается от других городов Приднестровья. Я бы даже, знаете, я бы даже смело бы заявила, что столицу можно было бы перенести сюда, потому что он очень красивый, уютный. Где-то такой вот, кажется, что вот где-то недалеко должно быть море, Приморский городок. Очень хороший городок. А вообще свои любимые места? Конечно, конечно. Своё любимое место – это спуск на Вальченко, где памятник. Там открывается хорошая панорама река и микрорайон Вальченко. Вообще места все любимые, потому что я говорю, я здесь выросла, поэтому я не могу его никак не любить. Я просто наблюдаю эти изменения и, как говорится, благоговею перед руками человека. Вот здесь действительно человек вносит свою какую-то лепту, построение, городостроительство. Вот так город люблю, просто люблю его. Красиво, чисто, почище, чем везде. Красивый город, есть куда сходить, достопримечательности есть. Вы любите город Рыбницу? Конечно. Мы любим за то, что у нас, во-первых, очень чисто, во-вторых, очень красиво, все устроено очень с достоинством, по современному методу, или как сказать. В общем, молодцы. А есть какое-то место, которое вы любите больше всего в России? Место, которое мы любим, самое большее? Не знаю я. Наверное, всю Рыбницу. Всю Рыбницу, да. Мне очень нравится, действительно, только вот я смотрю на телевизор и смотрим, сравниваем с другими городами. Наша Рыбница самая красивая в Приднестровье. Свой город я люблю за чистоту, уют, хороших людей. Я считаю, что Рыбница – самый красивый и чистый город в Приднестровье. Я везде бывал, во всех городах, но Рыбница больше всех мне нравится. Скажите, а есть какое-то определенное место в Рыбнице, которое нравится вам больше всего? Да, конечно, это наш парк. Наш замечательный парк, который красивый, очень уютный и зеленый. Вот это самое любимое место наше. За красоту его, чистоту, красоту. Есть какие-то места особые? Особы места. Возле церкви, возле фонтана. Очень красиво, нам нравится там. Можно посидеть с молодежью в парке, тоже красиво у нас, чисто. Тоже можно как бы там посидеть. Я вообще очень люблю Рыбницу и Приднестровье, потому что здесь намного лучше, чем... Ну, не, не буду говорить, но мне больше город это нравится, чем в том городе, там, где я живу. Да? А чем именно, вы не скажете? Ну, более порядочный, более чистый, более все организовано. И, не знаю, здесь более люди какие-то добрые и приветливые. Ну, теплотой, уютно. Он очень уютный, зеленый, спокойный. И самое главное, хорошее место для любых начинаний. У вас есть какое-то определенное место, которое вы больше всего любите в городе? Конечно же, родной дом. А где вы любите гулять в городе? Ну, особо времени погулять у меня мало. Так, наверное, пройтись по городу. Мне весь, он весь нравится. Центр, верши гора. Я там родилась, жила очень долго. Поэтому я очень люблю наш город. Это самый красивый, самый добрый, самый прекрасный город, который я, например, знаю. Мы любим наш город за то, что он родной, красивый, чистый, светлый. И пожелания побольше бы людей возвращались в наш родной город. Скажите, а есть у вас какое-то определенное место, которое вы любите больше всего? Мы любим весь город. Площадь, любим. Площадь, любим. Парк наш. Очень красивый город, очень живописный. Вот когда заезжаешь в Рыбницу, очень живописный. И края, церковь очень красивая. И люди очень теплые и приветливые. Мы хотим вас поздравить и пожелать всего самого наилучшего и всех благ. Рыбница – город талантливых, трудолюбивых и гостеприимных людей. Город-труженик. Видимо, поэтому этот юбилей, день рождения города, большинство рыбничан отмечали на рабочих местах. В этом году этот день не был выходным. И это, пожалуй, единственный минус в насыщенной программе мероприятий. А так, праздничный дух веселья заразил даже тех, кто работал на этом празднике жизни. Празднование Дня города продолжается. И народный колорит присутствует везде. Нас даже нарядили вот в такие вот национальные костюмы. И мы красуемся и гуляем. И команда Лег-ТВ находится в центре событий и следит за продолжением празднования Дня города. Свинья у вас русская? Да. Да? Программа мероприятий была насыщена и расписана вплоть до позднего вечера. Глава города Алла Фёдоровна Демьянова на протяжении всего дня непосредственно участвовала в праздновании Дня города. Она рассказала команде Лег-ТВ о своём отношении к городу. Он необычный. Он не такой, как все. Я всю свою жизнь прожила здесь. Приходилось во время учёбы выезжать отсюда. Но меня всегда сюда тянуло. И я абсолютно не жалею, что я всю свою жизнь провела в этом городе. Скажите, а есть у вас какое-то любимое место в городе? Самое любимое? Ой, их много. Их много, этих мест. Определить какое-то конкретно, даже не знаю. Конечно, это Каштановая аллея в центре города. Конечно, это парк. Любимых мест у рыбничан очень много. В День города Площадь Победы оказалась любимейшим местом. Здесь царила не просто праздничная атмосфера. Энергетика музыки заполняла всё. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребеница, меня каждое самое время пошуметь чуть-чуть. Я вас не слышу! Девочка, как вам праздник? Отлично, очень хороший. Чем вам нравится вечер? Ну, потому что много народа, весело. Вы будете танцевать до конца? Наверное, да. Сегодняшний вечер прекрасен, офигенная музыка, и вы будете танцевать до самого конца? Конечно! Скажите, как вам сегодняшний праздник? Отлично. Что именно больше всего нравится? Диджей. Диджей? Да. Вы готовы танцевать до самого конца? Да, было бы желательно, чтобы они продолжили это веселье допоздна. Праздничное настроение жителей и гостей Рыбницы на протяжении всего вечера поддерживали не любители самодетельного жанра, а настоящие профессионалы. Рыбницкая группа Art Band с ее неповторимым колоритом, а также гости из Молдовы, талантливейший диджей Макс Болотов и финалист Евровидения 2012 Павел Парфений. Город Рыбница впечатлил артистов. Добрый, скажите, пожалуйста, вы побывали в разных странах, в разных городах. Когда вы заехали в Рыбницу, что вы увидите отличительного? Ну, во-первых, у вас отличный ярко свечащийся мост. Я ехал со стороны Дубасар, и очень красивая иллюминация. Я очень радуюсь, что, в общем, администрация не экономит. Я не знаю, как в другие дни Рыбницы. Я обязательно приеду сегодня сюда не только на праздник, но сегодня здесь очень красиво. Весь город горит огнями, и, в общем-то, не только обычными огнями, но и праздничная иллюминация это радует. Удина, скажите, а как вы считаете, публика встретила вас достойно? Ну, вы знаете, я надеюсь, что я достойно выступил для этой публики. Наверное, вопрос нужно поставить именно так. И я, как минимум, я доволен реакцией. Реакция зрителя очень важна для артистов. Это некий синтез, который, пожалуй, это не только для нас хлеб и профессия, я имею в виду сцена, но это именно и тот адреналин, скажу слово кайф, те ощущения, которые ты испытываешь на сцене сегодня, в Рыбнице, я испытывал на 100%. Как вам понравился наш город? Хочу сказать одно, то, что когда я начал въезжать в город, мне действительно очень понравился такой необычный город. Не хочется увидеть весь город, но то, что сегодня происходит, царит, это, конечно, приятное событие для города Рыбнице. И самое то, что меня пригласили, кажется, диджей, как гости, артисты сегодня поиграть для рыбнической, так скажем, публики. И мне действительно очень приятно, что мне удалась такая возможность порадовать своей музыкой рыбнический народ. Слушайте, как вы считаете, организовано кто хорошо или все-таки нет? Да, конечно, большая сцена, свет, звук, что еще. То есть люди на площади, это самое главное, то, что люди пришли, они оценили, они отдыхают. С днем рождения! Организовать праздник достаточно тяжело, особенно если он предусматривает заинтересованность разных возрастных категорий, вкусовых предпочтений. Но унылых лиц среди всех присутствующих на массовом гулянии не было. На мой взгляд, праздник удался. По крайней мере, те мероприятия, которые мы планировали, все прошли. Мы старались, мы старались сделать нашим рыбничанам праздник. Как получилось, судить со стороны. А всех еще раз с праздником. Ну, в этом году вообще как-то вот, можно сказать, шиканули. Здравствуйте! Потому что у нас появился Антаракс, так называемый. Вот, у нас появилась сцена, вот, очень солидная, очень такая, ноу-хау такое. Как сегодня организован праздник? Ну, мне кажется, это сегодня, до этого, по крайней мере, не было так. Вот сцена сегодня, музыка какая-никая есть, живая. До этого такого не было. Не видел, по крайней мере, пока живу здесь. Отлично! Праздник нам очень понравился. Мы думали, рабочий день, не будет вообще ничего. Но приехали сюда, мы сами в Виржово живем. И приехали мы очень довольны, остались всей этой обстановкой. В общем, молодцы. Организаторы. Как вы думаете, как сегодня организован праздник? Замечательно организован. Мы стали свидетелями и утренней выступления наших руководителей, и гостей города. Сейчас мы пришли, и вечером мы обязательно посетим концерт. Поэтому организованы в этом году, по-моему, как никогда, очень красиво. Скажите, как вы думаете, хорошо организован вообще сегодняшний день города? Да, великолепно. А чем больше всего понравилось? Что больше всего понравилось в этот день вам? Как вам сказать? Общий дух людей. Люди настроены отдыхать. Вы сегодня выступали для артистов, так же артисты, так они тут встретили, так вы считаете, они радовались, веселились. Да, они очень тепло нас встретили, очень хорошо. По-моему, было все замечательно. И, не знаю, Рыбница, по-моему, довольна организаторством этого праздника, то есть этого концерта. Ну, мы старались. Мы две недели не спали, не ели, готовились, поэтому, я думаю, это оценили. Сегодня вообще очень насыщенный день, и торжественная часть во Дворце культуры, и концерт прошел очень на высоком уровне, и концертный марафон в городе днем тоже был достаточно интересным. Ну, и, конечно же, завершение вечера, это концерт, это, по-моему, самый большой подарок, и очень весело, очень хорошо, ярко, профессионально. Так что весь день был хороший. Скажите, а кто смотрит, кто организовал сцену, такой хороший, звук такой хороший? Начнем с самого начала, что это глава госадминистрации наша, и также ее помощники, спонсоры наши, это Нарубай Михаил Михайлович, Нарубай Михаил Александрович и Нарубай Алексей Михайлович, также Иванес Виктор Викторович, Валерий Джульет помог организовать сцену, ну и ресторан «Солкино». Спасибо им огромное за поддержку. Скажите, пожалуйста, почему вы решили помочь организовать такой праздник? Потому что это наш любимый город, в котором мы родились, выросли, и мы всегда готовы и будем помогать нашему городу в любой ситуации, насколько мы можем. Скажите, как вы думаете, люди остались довольны организованным праздником? Ну, настолько, насколько я знаю, сколько вложено в этот праздник души, времени и стараний, и госадминистрации, и непосредственно спонсоров. Мы очень надеемся, что понравилось все. Кульминацией дня города стал праздничный фейерверк, который озарил ночное небо восхитительными красками. Так рыбница, город на Днестре, отпраздновал свой очередной день рождения. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова